здравствуйте уважаемые любители ледных вида спорта летим на пепестреле в волну о вот смотрите сколько волн самая простая это вот здесь видите вот образуется прям видно как выдувает но если мы туда потрахтим всю батарейку вытрахтим поэтому план сначала двигаться на вот эту гору рамбр вот потом набрать там высоту и прыгнуть вот в эту точку или в эту точку ну куда-нибудь вот туда и сейчас мы посмотрим способен ли вообще пепестрелец его дохлой батарейкой вообще залезть волну батарейка приключаю продолжаются приключения как вы видите всего лишь 77 процентов у нас заряд батареи чем полная афинея выпускаю мотор больше зарядить не могу балансировал весь день сегодня с утра было 72 поэтому скорее всего ждет этот планер замена батареи но пока она хоть что-то дает можно взлетать пока 50 процентов ну будем ее насиловать и глава даша вода не изнасиловал нас погнали так 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 включим lx них и будет погнали видишь как все просто чпунь акуратненько прорулим чтобы наш планер не урезаться эти 6 киловатт он живет на такой пробежке и уже один процент один процент съели нам муха залетела это идеаль итальянская муха она тут уже четвертый раз оживает она летает прям вот смотри когда взлетела ну видишь нагрелась кабина то пусть не пусть же итальянская все-таки не французская какая-нибудь муха ну ты готов фух или креститься и сразу батей индия виктор дакуляш пистонорд поехали сейчас будет такой взлётик веселенький будет уносить нас прям будь здоров надо разогнаться хорошенько раз упреждение на ветер и скорость побольше и мощность поменьше на этой дохлой батареи ну его в баню лан соточку ставим закрылок можно на плюс 5 шасси можно убрать и часто надо как можно быстрее до горы долететь чтобы динамик попасть с обратным курсом в такой ветер садится вот это помнишь этот ролик с отказом движка вот если вдруг у нас сейчас откажет мы тоже такую вау запятую и на посадку и так обороты 1950 68 процентов батарейка впереди склон на который я рассчитываю что он нас будет вытаскивать вверх соответствия разно рассчитываю батарейку разрядить по минимуму попробуем сейчас вот этот угол он под западный компонент избыточный западный компонент лишь почти параллельно этому едет летит в этом случае вот этот угол аэродрома может работать как жужжит противно судя по турбуленции вот чуть дальше но видишь и подъема то нет то есть она чуть-чуть тянет вверх но совершенно не так как должно это и расстраивает на еле-еле душа в теле ну вот кусочек более-менее приличный вроде как получше стало у я вспотел не поверишь вот да турбулентность неприятненькая ничего здесь не будет хорошего уходим от склона еще и говыряет раком ну что запасной вариант идем вот этот угол вот друзья проклятие электрического планера батарею теряем был работал бы склон сзади нас мы бы конечно выкарабкались а так 30 процентов тот уровень когда по-хорошему надо глушиться я конечно глушиться когда подъем есть а то так мы затрактели и сейчас все просрём вот 28 процентов оп и сразу вниз оп моторчик на убрать достаточно быстро убирается вы sécurité даун 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 оба теперь можно вот эту штучку выключить и все со страшной силой даже вариометр для этого не нужно эх свинства какое не не будет здесь счастье не будет здесь счастья набрали мы 800 метров волна стоит слева можно было туда чуть-чуть забраться до тарахтеть волна стоит сбоку волна стоит сзади а мы как дураки без волны с левой стороны склон с которого может от расходить я слежу за высотой то что надо еще на аэродром успеть вернуться как тебе электричество красиво но мало на извращение да смотри вот вроде как вот рано ручек это может быть реакция на то что я сбросил скорость а может быть и все таки ротор чик давай-ка попробуем сейчас мы реализуем преимущество пепестрели то что он крутится узенько но как еще есть чем я нету эти же опять же вариометр скомпенсирование скомпенсированный поэтому возможная скорость сбрасывал со 150 на 120 вот она и запищала вот сейчас сейчас вроде как где стараюсь держать одинаковую 90 вот здесь то самое место где часто бывает волна как раз поклевка здесь должна быть но слова должна и слова есть две большие разницы запасной аэродром а спермонт вчера мы вот туда прям до тарахтили до пик дебюра спокойно взяли волны и поперлись на 5 километров без всяких проблем сейчас выбираемся тут подарок арам как нищие планеристы был бы еще запас энергии чуть больше никаких проблем был буквально еще батарейка хотя бы даже на этом было бы полная а так когда стартуешь с не дай заряженной батареей плюс еще и вот это вот как говорится шайза зря я тут всякие шарфики одел не только жарко уже собрались волну понимаешь опять такой бурбулечек хоть поржем во первых это красиво сидение рядом приятно да ну давай хотел слетать но я же хотел сразу все сегодня как мы с клаусом собрались рекорд мира поставить рекорд 5000 а здесь у нас 5 800 можем набрать вроде как на рекорд как как и на рекорд лететь как такое учителю показать такую стыдову притворимся что ты не стоит что нам не нужна волна так потренироваться слетали хорошо что вы выкатили dg500 сейчас на него сядем и сразу же полетим белые люди бензиновые двигатели как превосходят электрические этого мне машина электрическая ведь машине не принципиально там чуть вес больше и ладно водишь что эту дурацкую батарейку с собой ну и пёс мы с ней она летательном аппарате много батареек с собой не возьмешь а мало видите как получается не планер какой-то извращение все конечно планер без мотора изначально но вот смотри какой же торопчик и тут нашел на аэродроме часника ни одной души живой потому что не сезон поэтому мы чтобы взлететь используем собственный двигатель так надо на самом деле о посадке подумать уже и какой мы не сказать ничего пословили 6 выпущен это если наибог шасси не да выйдет потом начинается повышение фиксатор не становится кстати кстати а шасси все стало на фиксатор вот друзья почему шоссе нужно пораньше у пипистреля здесь такой замок не очевидный и вот она с первого раза не стало и на я со второго раза его защелкнул а представляете если вы низко вы начинаете нервничать теряете контроль за скоростью и аля улю гони гусей так закрылок но будем на тэшки садится ну как красиво царла бати тангуру индия виктор даун винт или один кто норд у него еще воздушные тормоза не аж не шибко эффективные как нас потряхивает даже панель приборная трясется да они просто такой ветерочек на таком плане ручки максимальная подрезал ветер и вот сейчас вот так наискосок главного здесь вот не стукнуться в холмик такой здесь неприятный сейчас глава медленнее 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 о но посадка ладно посадка это моя сильная сторона сегодня ну зато свои как мы сейчас пафосно доедем назад белый белый в режиме глиллин волна стоит и мы как дураки на земле слишком большой компонент лишь даже на посадке получилось 90 градусов слышишь из-за боковика как потом срывает поток с лопастей из лопастей наверно да и как противно тут вопрос что еще на самом деле может быть не очень-то эффективный пропеллер этот пепестрелем гордиться может и гордиться нечему лишь полтора киловатта достаточно для движения по рома красота да какой-то яму заехали ну и хватит у вспотел я друзья оделся как дурак эти вот даже редкий случай когда не в шортах и все без толку совершенно но толк только один попробовали еще раз получили доказательства что все-таки электрический летательный аппарат абсолютно неполноценная замена все-таки бензинового потому что на бензином пепестрели никаких проблем бы у нас сейчас и не было как собственно не будет вот на этом дг 500 м я сейчас взлечу и покажу что можно попасть в волну без всяких проблем и летать в ней но мы уже нашли технологию доработки этого планера нашли элементы по 60 ампер часов в 30 часов сделаем 2 высоковольтных батареи которые заменят эти батареи будет в них емкости в полтора раза больше и вот если они во первых будет заряжаться до конца если в них будет полтора раза больше это будет совершенно другая история волшебный взмах тумблера и вуаля старый верный бензиновый двигатель ротокс 535 c и вот на этого ротокси быть затрактив или вот в эту щель или вот туда и выскочим волну или там сюда чем куда угодно у нас 39 литров топлива этого этому мотору на три часа ну ладно не на три на два с половиной вот очень надолго мотор спрос как две копейки чего два цилиндра два поршня коленвал и в общем все много лет ему 30 этому мотору лет один карбюратор ну зато представить как все просто вот берешь вот можно к любому кусочку двигателя залезть все что угодно потрукать вот поцеловать его глушитель и лететь на нем дальше конечно он отказывал у меня один разочек но я считаю что это даже не из-за того что скажем так мотор виновата то что ему в него там какую-то заклепочку нечаянно уронили еще что то то есть после ремонта то есть он стал через полтора часа на пошли была такая маленькая пупочка которая в общем то очевидно что ты помню то есть заклепка сепаратора то что-то в этом роде совершенно точно не инородная потому что высыпали все обломки колец и так далее нам все это отдали а пупочку нет а пупочка на фотографиях видно ну ладно это уже как говорится бог судья а теперь самое время проверить мотор мотор простой как три копейки два коренных подшипника которые меняли на крайнем то и мотор стал между рулем и прокладкой что-то застряла проверить этот элемент субстанцию вот это на магнит вот она вот она это курские поршни лежат на поршне вот на этом же самом месте стоял планер янус м который мы чинили подошел регламент двигателя и мы отдали двигатель на ремонт в очень сертифицированную контору прям вот там вот в горах за горами находится город бург и вот в этом бурге есть фирма которая забыла в цилиндре мотора гайку и забыла в фюзеляже планера молоток причем молоток забыла под обшивкой то есть я скрыл обшивку чтобы посмотреть может там топливо что-то еще вот примерно такая вот обшивочка пластик такой и вот этот и вот здесь вот под сиденьем вот тут лежал под обшивкой там где тяги в этот видите ручка шевелится все работает вот все и вот там лежал молоток который мог просто сдвинуться заклинить управление был бы бак-бабах вот это сертифицированная фирма всем кто-то делал но я привык с таким мотором конечно к тому что в любой момент может может отказать мало ли тут чего вплоть до того что видите сколько тут всякой всячины там проводочки фигачки чё-нибудь отсоединилась вытеку сломалась в обахнула вот это все раз чпок и остановилась поэтому каждый пилот должен быть готов к отказу двигателя полных отказов двигателя у меня было в моей жизни два таких когда вот все пумы и все и причем оба на высоте порядка 100 метров очень самый практически самый неприятный случай и мотор встал лужура готовься взлету посадки самый короткий полет но познавательный не говори топливный кран открыт я вижу что-то с движком почему-то стал двигать будем разворачиваться я сейчас так только мне на колдунные в обоих я вышел скажем так победителем из этой ситуации повторять этого не хочу и 6 отказов где было частично когда мотор избавлял обороты то есть можно было ли продолжать там взлет один раз я продолжил все сады доставшиеся разы я заканчивал вижу неисправность касания до конца полосы успево остановиться там единственно грунт неровный но и неважно и один раз на приличной высоте мотор начал барахлить там ну как метров двести уже вот я шел вот этот даун винт вот здесь и я дошел до склона взял динамик выкарабкался и пошел полетал по маршруту это был последний полет на плане рейс-жи 32 ми ему заменили очередной раз двигатель и я уже продаю потому что устал ремонтировать такой двигатель у меня есть запасной можно открутить там сколько-то гаек вытащить этот мотор поставить другой на сг-32 ми я так не могу сделать потому что мотор вынимается там такой специальной талью в общем надо вытягивать чтобы до любого элемента долезть нужно там вот это все снять то есть конечно но красиво там вынимается только мать что мотор остается фюзеляжа но стоит это таким вот геморроем с обслуживанием этого мотора поэтому конечно хотелось электричество видите электричество тоже со своими приколами вот такая вот несчастная жизнь планилисты у которого двигатель нужен такой какой-то доли там минуты на взлете и может быть сложной ситуации а ты вот с этими моторами вечно проблем отгребаешь но зато вот это вот возможность пустого аэродрома на котором сейчас никого нет взлететь и купаться в волнах встречать закат провожает рассвет или наоборот погнали ты готов всегда а и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова А.Кулакова Высота 3200, глушу мотор Вот вам, друзья, разница, да? Я, потратив 10 литров топлива, даже 8 литров топлива, набрал высоту 2,5 километра. Ну и, собственно, вот она волна. Друзья, я не специально набирал 3200. Я просто хотел максимально безопасно сейчас все сделать. И у нас очень мало времени. Мне нужно с Макса на музыку ехать скоро. Поэтому я заторохтел над этими всеми облаками. Проблема, видите, в чем, что довольно влажно стало. То есть мы, когда еще на топестрели взлетали, не было вот такого объема облаков. Посмотрите, как все затянуло. Прям колоссально. Я знаю, как я домой вернусь. Я просто смещусь, нырну под облака южнее. Ну или вот там где-нибудь впереди дырочку устрою. И мне важно крайне сейчас, вот ближайший час не снижаться, чтобы я, ну, ушел в сторону дома через дырочку, снизился и приземлился. И плюс я вижу шикарную совершенно волновую конструкцию. Вы ее тоже, наверное, уже увидели. Которой хочется подлететь, рядом с которой хочется немножко пошалить. Она здесь по кругу, по факту одна такая мощная. Скорее всего, есть кто-то на пик дебюре, да. Но там облаков больше. И здесь безопасно, есть все, если что, дырочка. И вообще вот это вот все, видите, вот щель, через которую можно будет прыгнуть. Пока дует ветер, пока работают волны, будут сохраняться щели. У пепестреля просто сегодня не было, ну, никаких шансов выбраться. Потому что, видите, даже на бензиновом, бензиномоторном плане мы трассели, ну, очень долго, чтобы выскочить в волну. Удаление аэродрома сейчас всего лишь 7 километров. Я геометрически представляю, где волна, ну, во-первых, вот она видна. А, во-вторых, понимаю, что она вот с правой стороны, у нас там такие длинные долины и склоны. И они формируют эту волну. Здесь у нас можно добирать 3,5 километра. До верхней кромочки мы, скорее всего, доберемся. Но сейчас посмотрите. Должно быть очень красиво. Да. И вот в такой конфигурации у меня еще 22 литра топлива. То есть я могу еще два раза так же подняться. То есть, видите, огромный запас. Причем взлетал я далеко не с полным баком. 8 литров. 8 литров на высоту 3200. Ну, вычитаем высоту аэродрома 720. Получаем, что мы набрали 2,5 километра на 8 литрах топлива. И с помощью этого попали вот в такое красивое царство. Царство летающей тарелки. Но из интересного нет набора. Ты посмотри, да? Пока-пока вроде как новые паниометры ничего хорошего не показывают. Снижения большого тоже нет. То есть ничего страшного. Высота 3 километра еще полно высоты. Но, конечно, мне вот не хочется показаться в ситуации, когда я буду по высоте ограничен. Вот в таком ужасе. Впереди классическая пеновая щель. Вот она, видите? Ветер дует в правый борт. Вот так вот все падает вниз, отскакивает. И вот дает вот эту вот конструкцию. Вот к бабке не ходи. Вот здесь вот должна быть волна. Но вы понимаете, что в планилистке слово должна. Такое, оно мало неудачно использовано. Я вижу, что, наверное, я совершаю ошибку, надо немножко против ветра взять. То есть я слишком приблизился к этому облаку, а волна стоит перед этой конструкцией. Как правило, опрокидывается вперед. Вот, я пробиваюсь против ветра. До аэродрома у нас 11 километров. Вот он там, где крыло показывает. Видно там, если что, щельку, через которую мы опустимся. Следить за щелями очень важно, потому что без щели остаться, это будет ужас, ужас, ужас. Оп, вот он, вариометр. Пик, 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 пик. Ну, я, знаете, даже не нервничал. Я понимал, что здесь оно точно есть. И к бабке не ходи. Но, знаете, вот все равно какой-то элемент, даже не тревожности, а такой, а вдруг я ошибся, а вдруг вот что-то не то. Если бы это была обычная погода, когда все не затянуто, я бы даже и не парился. Ну, вот сейчас я не волновался, а был насторожен вот так. И мы сейчас вдоль вот этой вот волны можем дойти до долины Рона. Она впереди. Ну, наблюдайте, как это будет выглядеть. Кайф. Дружище, ты чего замолчал? Я сосредоточен на оттачивании навыков пилотирования. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скорость 200, высота 3450. Все равно поднимаемся вверх. Вот на горизонте у вас долина Рекероне. И за ней массив центральный. В ту сторону мы можем еще сколько-то пройти. Я просто прогуляюсь, чтобы высоту немножко справить. И потом развернемся, поднимем в обратную сторону. Ну, в обратную сторону, чтобы понятно было, как это выглядит конструкция. О! О, и, кстати, посмотри, еще волновая одна образовалась. Ну, это, кстати, наверное, на Пик-де-Бюре. Мы нарушаем. Ой. Ой. Мы чтим уголовный кодекс. Крыло показывает на следующую волновую конструкцию. Это около Пик-де-Бюра. Ну, а наша вот сбоку осталась. Мы по ней домой вернемся. Здесь тоже феновая щель, домики Прованса, ну, и так далее, и тому подобное. Очень красивое зрелище. Рад с вами поделиться, друзья. Ну, конечно, минус. Очень огромное количество влаги сегодня, которое пришло. Вот оно как раз мешает нам летать. Как самочувствие, Капайлов? Огонь. Мне очень нравится. Готов, брат, и путь повторить? Готов. Погнали. Сбрасывай скорость. А, нет, не сбрасывай скорость. Прямо, знаешь, давай сделаем с тобой боевой разворот. Такой, типа, на маршруте. Готовы взять поворотный пункт. И потом так взяли. И погнали назад. Давай на скорости 200. Весело же будет. Ровненько постарайся. Хорошо? Держу. Задняя камера заснимет что-то типа таймлапса. Вот так, друзья, наличие бензинового двигателя позволяет творить чудеса и чувствовать себя прекрасно. Так что это ваше электричество, это, конечно, хорошо, и мы доработаем пипистрель. Но, конечно, я сейчас летаю на ДГ, и я счастлив. Я понимаю, что это 30-летний планер, который, по-своему, надежен, дает достаточно большую свободу и чувство защищенности. Может, это не совсем эстетично, но зато дешево, надежно и практично. Иху! Видите, я слезу за временем. Ровно в 15 часов 30 минут мне надо быть на земле, чтобы забрать Макса из школы и отвезти его на музыку. Так что видите, сколько у меня сверхзадач. Ой, потому что жена сейчас на учебе, и мне приходится быть ответственным папой. Место раздолбая. Высота 3-400, она спрет вверх. Вообще не знаю, что делать. Я думаю, что надо сбрасывать высоту петлями мертвыми. Ты готов, Капайлот? Готов. Сделаем эксперимент. Ну, друзья, смотрите, перед вами приборы, вы можете посмотреть, сколько высоты тратится на петлю. Сейчас скорость 220, 3-320 метров. Погнали! Видите, скорость падает, скорость 100. Видите, до 80 упало. Но это было 3-500, да. А сейчас опять на 320 выходим. Сколько? 3-380. Как это выглядит с точки зрения крыла? Как это выглядит с точки зрения моей морды? Вот так. Видите, аж даже щеки, щеки вжимает. Ой, а вот этот момент обожаю больше всего. Он завешивает? Да. Но он не завешивается. Завешивать это некрасиво, когда. И вот с точки зрения крыла, если на крыло посмотрите, как это выглядит. Раз, видите, крыло загнулось. Вот сейчас разогнулось. Вот сейчас невесомость у нас почти была. И сейчас опять крыло будет изгибаться. Оп! О! Слушай, ну ничего такого. 360 метров. Какой-то кошмар. Друзья, как вы видите, петлями высоту не сбросишь. Может, штопорами? Ну, знаете, как он валится, по крайней мере, я покажу. Ты же помнишь, как он валится? Да, да. Вот. Эть, эть. Эть. Видите? Не хочет, не хочет вращаться. Просто взял, опустил нос, зараза. Давай еще разочек. Вот скорость маленькая. Ты сейчас будет трястись, 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 трястись. И ножку сейчас суну правую. Оп! Не валится. Полностью нога продавлена была. Вот, зараза. Ты сколько весишь, а? 75. 75. А почему же не валится? Меньше, может быть. Ну, должен валиться с тобой. Может, я свинец забыл в передней кабине? Может. Да вроде как вынимал. Может, из-за волны. Давайте еще разочек. Сбрасываю, сбрасываю, сбрасываю. Попробую в левую сторону. Не, вот сейчас он уже сорвался, опустил нос. Так, еще разочек. Ну-ка, давай, родной, давай, давай, давай. На уж контент огонь снимаем. Эть! Ду продавлена, педаль полностью. Вот, только вот так. Но вращаться я не хочу. Не надо. Да! Вот примерно так, друзья. Если что-то не делай, волняй, ничего не получается. Единственный верный способ, это из нее выйти. Или давай попробуем, возьми ручку. Ну, я воздушные тормоза полностью выпускаю. И лети по прямой, посмотрим. Стабилизируем на 130 скорость. 130 сделай. О! Ну вот, совсем другое дело, друзья. Наконец-то мы перестали набирать высоту. Имеем честное снижение минус... Ну, минус 3 метра в секунду где-то. Хотя должно быть минус 7. На полностью выпущенных тормозах. Вот это вот работает. Сейчас немножко сбросим, а то 3400 это уже предел нам здесь. Больше нельзя. Как тут и сбрасывать долго, вот. Осреднитель показывает 3,9 метра в секунду за 18 секунд. Вот этот зумер противный, это говорит, что шасси у нас не выпущено. И зумер этот надо очень уважать, потому что недавно я имел честь совершить посадку без шасси. Вот это есть отдельный ролик, вы на канале можете посмотреть. Вообще пилоты делятся на тех, кто уже приземлялся без шасси, кому это предстоит. У моего учителя Клауса 4 посадки без шасси, а я его почти догоняю. У меня 3. Есть и хорошие новости. Открылась немножко наша долина по центру города, город Сер. Даже вон крайчик аэродрома нашего появился. Значит мы сможем приземлиться. А южнее наоборот стало страшнее. Видите, как такая мощная плита из облаков. Какая образовалась. И еще раз вид на линзе. Я даже сам сейчас посмотрю, что из этого стало. Ну да, стало так же красиво, как и было. Может даже еще красивее. Но еще разочек прошвырнемся, и уже надо будет лететь домой, потому что время. Время, время. Цыгель, цыгель. Ай-лю-лю. Ай-лю-лю потом. Да, погнали. Вдоль волны еще разочек. Моя ручка. О, бросили до 3200. Закрываю воздушные тормоза. Оп. Все, ну что, прогуляйся еще вот так вдоль волны немножко. На 140 где-то. Играет музыка. 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 подходит что ломаться по снизились до уровня облаков рядом с нами придется наша голова сбоку пускай воздушные тормоза иначе мы так долго будем снижаться сейчас мы немножечко пошалим и что ж смотрит землю и вот так вот это та 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 вот она галма смотри прицел пах 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 за счет скорости мы поднимаемся вверх и сейчас повторим наше упражнение как высоко выше этого блока вы были выбрались о посмотри-ка на передней кромке обледенения видишь как по через него проходим сразу ли дочек но нам этой не страшно давай сейчас еще разочек попробуем что-то это облако в тень то ли попало или нет или где-то кажется ну да нет не в тень да 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 давай тогда вы это должно скорость уже всего-то ругала зажглась прицеливаясь прям его парите друзья на пикирование вам ой до летку сразу добавилась ты видишь сейчас здесь должно быть красиво такой пожирнее так время время цыгельский сколько время нормально успеваем а вот это уже плотная в такой же входить опасненько будет хочу друзья мы в него уже пулю ванить не будем вон наша тень поэтому мы в него войдем уже тормозами опускаемся вниз 2000 и вышли мы вниз у аэродрома запасного рядом с горой а поттер а наш аэродромчик вот он в конце долины и там настоит на зарядке наш веселый пипистрельчик ну что курс на аэродром бери твоя ручка хорошо закрыла к ноль погнали на аэродром со снижением снижение сейчас 7 с половиной метров в секунду моя с прямой зайдем сэкономим время мне хватает сейчас как раз вот этой вот высоты дойти до склона и от склона развернувшись приземлиться птица да красиво летит шасси у меня выпущено проверено а тут в такую погоду без шасси было бы сложно царла бадит ангуром не да у винт леонид норд на аэродроме никого ветер как и на пипистрели когда приземлялись практически боковой конечно можно было бы в такую погоду сесть с попутно боковым ветром но что-то мне подсказывает что это будет но очень страшно лучше мы планер потолкаем как ты считаешь копайл от я считаю до что у физическая подготовка это очень правильно и важно а то говорят что то что планерный спорт такое сидишь как дурак в этой пластиковой банке и ничего не делаешь целый день ручкой шевелишь лениво говорят спорт спорт хотя ты пипистрелить а так скажу я так спотел реально такой спорт так 130 у меня нормально пусть головной крылом за землю не зацепиться ведь хорошо чем раньше приземлимся тем тем дальше раньше надо будет чем меньше надо будет тащить его на этом то я еще лучше чем на пипистреле приземляюсь почему наискосок друзья ну чтобы немножко против ветра какой-то составляющей иметь это он боковик он 90 градусов замокаешься приземляться к пайло ты счастлив я счастлив я тоже счастлив друзья получился великолепный полет мы показали возможности электрического планера возможности бензинового показали вам как отсекает землю облачности как потом эти облака тает убит будет видно когда в наборе мы на дэшке были как вот здесь снег шел был зона ливневых осадков вот так вот погода стремительно меняется и за ней надо следить летайте безопасно и осторожно до новых встреч глубоко уважаемые любители ледных вида спорта до новых позитивных роликов ригей и и